Пользуясь случаем, хочу у мамы видео снять и показать цветочки. Не знаю, насколько это будет сейчас отчетливо видно. Вот свет светит, фонарик не помогает. У нас очень огромный уже стал фикус бенджамина. Уже все растет и растет ввысь. В горшочке я поставила денежное дерево с более крупными листочками. Я так попытаюсь сейчас кратенький обзорчик показать. Вот у нас образовалась на стволике детка. Вот такая вот деточка у нас. И наконец-то я его переукоренила, пересадила и закрепила. Пусть он пока месь будет опертый на дерево. Я думаю, что он замечательно укоренится до весны и будет давать нам новые росты, ответвления. Его нужно щипать, но сейчас вот только-только появились новые листики за очень длительное время. Пока месь пусть немножко еще подрастет ввысь, а потом буду щипать его на формирование кроны, как говорится. Буду деревом формировать. У него три отвепления. Вот внизу одну и две веточки вот здесь. Вот они. Даже три веточки. А что я третью не видела? Ну ладно. Более подробно в следующий раз, наверное, будет время покажу. У меня биония клеопатра. По-моему, ее клеопатрой зовут. Я раньше красный бык ее называла. Чебой быков. Вот нашла название клеопатра, по-моему. Найду еще фотографию. Вот некоторые листочки надо в порядок приводить. Немножко сыпется. Я ее тоже переукореняла. Многие отросточки попадали, поотламывались, так как я ее пересаживала. И немножечко она чахленькая была. Они очень, как говорится, болезненно переносят пересадку. И долгое время она обвисшая была. Вот она новые побеги нам дала. Новые листочки. Очень потрясающая бионька. Я ее обожаю. Она очень пышненькая. Такая вот немножечко висячая. Вот. Ну, такая вот она на расстоянии смотрится. Так. В большом горшочке у меня посажена драцена. Я ее хотела сформировать на ответвление, но сейчас зимний период. Трогать ее не хочу, так как росточки новые могут не прижиться в зимний период. Это лучше не делать. Будем делать это весной. Попытаюсь. Стволик очень толстый, очень громадный. И на возвышенности где-то сантиметров 20-30. Может быть даже чуть-чуть выше, потому что тут кошечка наша любимая ради сока ствол драла. И поэтому почек тут уже нигде не видно. Будем пробовать весной. Попытаемся ее разветвить. У меня также уже созревает коробочка на клевии. Вот. У меня тут они давно уже висят. Еще с весны. Это первая стрелка. Вторая стрелка почти вся опала. Видите? Процвела тоже. И вот две стрелочки остались. Вот семена. Коробочки висят. Не знаю, получится их посадить или нет. Но в планах у меня такова идея есть. Кливия тоже замечательно после переукоренения растет. Я ее пересаживала. Если кто помнит, я показывала. Немножечко, видите, земля осела. Надо будет еще земельку подсыпать и немножечко порыхлить ее. Земля очень сильно окисляется. Соль выдает известковый налет. Надо это все верхний слой немножечко снимать и обновлять земельку сверху. У меня есть средний листовой фикус. Именно забыла название. Вот. Тоже замечательно развивается. Да, он нам новые ответвления. Вот. Видите, две веточки, как кроватка растет. И вот у нас новые листочки уже. Он пыльный, да, согласна. Не очень приглядный вид. Чуть-чуть запылился, но это надо ему на недельки, может, я прискочу к маме, еще дам ему душик теплый устрою. И вот тут тоже, видите, щипали. Вот ответвление пошло. Мы его формируем на ответвление. Видите, тут тоже есть. И вот тут тоже уже побеги пошли. Потрясающе классное деревце. Мне очень оно нравится. Хоть сок у него ядовитый, кошечка его не трогает. Хотя, по-первых, она пыталась там что-то на зуб его попробовать. Вот. Ну, немножко надо в порядок привести. Молодчай у меня осыпался весь на зиму, но дал новые листочки. Видите, продлевает. Тоже немножко в порядок его надо привести, так как листья опадают, и он очень высокий. По-моему, он уже достиг метра восьмидесяти. Вот. Тоже весь подвязанный. У мамы он замечательно растет. От окошечка стоит совершенно недалеко. Так что он практически на солнышке. Забыла сказать. Маранточка. Это от Натали Бугер. Она мне прислала. И вот Маранточка уже замечательно подросла. Вот. Она в тенечке здесь стоит. В притенении поливаем ее редко. Вот. Она уже подсохла. Ее надо будет слегка чуть-чуть подлить. Вот. А так она замечательно развивается. Вот. Следом у нас идет аспарагус. Аспарагус очень сильно сыпется. Особенно на зиму. Дал несколько новых побегов. Вот росточек новенький. Вот он новенький. Там еще на заднем плане. Видите? Вот он. Малюхонький. И кое-какие уже хорошо раз. Разрослись уже почти как старенькие. Вот новый росточек тоже. Видите? И она уже начала приживаться хорошо. Наконец-то она начала давать побеги и увеличиваться в размере и в объеме. Так. У меня здесь стоит моя фиалочка, которую я маме подарила. Ее уже надо приводить тоже в порядок. Она уже немножечко подросла и переукореняет. Так как стволик... Это химерка хумакатенеке. Вот коллекция Малвы, по-моему, или Малвы. Стволик нужно уже сносить башку и переукоренять. Либо же углублять стволик внутрь. Она замечательным образом все цветет и цветет. Неугомонка. Вот сейчас она отдыхает. Поскольку... Только-только недавно отцвела, и я удалила цветоносики. Буквально вот недавно, видите, вот пеньки пооставались от цветоносиков. Она сейчас в стадии отдыха. Также у меня два деревца счастья или денежные деревья понадавали деточек. Посмотрите внутри, видите, вот, тоже разветвление внизу отдало. И, наконец-то, тоже укоренились, потому что бедняги очень долго страдали. У меня то я за них забывала поливать, то они чахли-дохли, и вообще было много неприятностей с ними. Ну вот, наконец-то, я их укоренила в цитрусе. Что за цитрус, не помню, тоже его нужно формировать. Вот, уже пришло время формировки, но, видите, вот, что с ним происходит. Батарея жарит, листья сохнут. Местами. Ну, я на них не обращаю внимания, так как это минимальный стресс для растения, нежели в будущем его надо будет формировать и прищеплять. Кстати, мне кто-то советовал его то ли прививку делать, то ли надо будет еще почитать об этом растении, чтобы добиться отцветения и плодов в будущем. Хотя бы узнать, что это. Апельсин или мандарин. Но не лимон, это точно. У лимона другие листья. У меня лимон был когда-то, очень большой, громадный. И там действительно листики были другие. Тут листики коротыши коротенькие. Скорее всего, на мандаринку похожи, мне кажется. Вот. Так что у нас еще в доме личный мандариныш будет. Дальше у меня антуриум. Хотела очень-очень похвастаться. Посмотрите, он недавно раскрыл новый цветочек. С антуриумом все в порядке. Вот. Новые росточки дает, новые листики дает. Вот тут вот серединка проснулась. Видите, много листочков новых понадавало. Так что антуриум у нас великолепно растет. Вот новые листочки еще. Вот новый росточек. Ну какой у нас замечательный цветочек. Гляньте. Действительно долгоцветун. Маму радует. Ей очень нравится этот. Вот новый листик уже как подрос. Посмотрите. Глянцевый такой весь. Потрясающий. Сидит у меня укутанный во мхе. Посмотрите. Вот. Я корешки укутываю. Но они все выше и выше. И уже некуда их утрамбовывать мхом. Потому что я сильно заглублю растение. Вот. Сейчас покажу. Видите. Сильно высоко корешки идут. И только-только он прижился в горшке. Я не хочу его дергать и пересаживать. Пусть покамец развивается уже так, как есть. Ну а серединка вот отчетливо. Видите. Новых ростов много. Явно, скорее всего, придется его отделить от других костиков. Ну я знаю, что антуриум очень плохо переносит пересадку. Пересадку и плохо откликается на переукоренение. У некоторых даже умирает. Может быть, скорее всего, от незнания, как его пересаживать. У меня все чин да гладь. Как вы видите сами, с ним все отлично. Так что можете не переживать. Он живет замечательно у мамы. У меня нет пространства уже на подоконниках. Поэтому я заполняю уже пространство на подоконниках у мамы. У нее пространства больше. Так. У нас спатифилум тоже новый росточек дал. Видите. Вот. Тоже я тут слегка укутывала мхом. Чуть-чуть коры подсыпала, чтобы более влажненько было. И не так сильно пересыхал. Потому что раньше он у меня пересыхал очень сильно. И вот два новых росточка пошли развиваться. Видите. Вот новые листочки скрючены еще. Вот-вот-вот скоро раскроется новый листочек. Ну и тут два. Не. Один кустик. А вот один. А вот второй малыши. Два детеныша. Это материнское растение. И дальше кустик идет, пока мясь не развивается. Только дает корешки. Пытается укорениться. Но тоже они очень замечательно разрастаются. Видите. Новый листочек дал. Ему тут очень нравится. Он на солнышке. Сейчас зима. И можно, в принципе, на подоконниках держать. На солнышке. Пусть любуются. Наслаждаются. Так. Мой гименокалис многострадальный. Я долго его пыталась пересадить. Мне говорили, что вот как только вы его пересадите, он у вас будет цвести. Ну, что-то я не вижу быстрого темпа для скорости цветения. Что-то он не хочет нам цвести давать. Вот только недавно он укоренился. Новые листочки начал давать. Я прошу прощения. Давайте все это снимаю. Очень тяжело показать качество. Вот. Надеюсь, вам все видно. Вот новый листочек коротенький. Вот следующие новые листочки дал. Вот они. Вот. На улице у нас сейчас плюс 8, плюс 9. Ну, где-то так. Вот. То есть он только-только укоренился и дал 3 или 4 листочка новых. Вот. Тоже, видите, батарея шпарит. Местами листья поджилы сушат. Это уже надо будет его убрать, этот листочек. Вот. Эти два стареньких листика висят. Видите, они уже от края желтеют. Вот. Ну, они уже давненько так висят. Вот. И я сделала такую подпорочку, чтобы не сильно был разлапистым. Так как шторой все время его цепляем и чуть ли не сносим башку. Так. У меня тут фиалки я перенесла маме. Сейчас переключусь, покажу. Вот. На полочках стоят. Многие меня спрашивают, куда фиалки мои делись. Ну, большую часть взрослых растений я принесла к маме. Они сейчас здесь развиваются вроде бы неплохо. Свести пока не собираются. Вот. Хотя вон там лемон кис, по-моему, цветочек собирается давать в пазухе листа. Ну, еще подождем, поживем. Вот. Они как-то лучше себя чувствуют у мамы, чем нежели у меня. Вот поэтому я их и принесла сюда. Может быть, заставлю в ближайшем будущем их цвести. Некоторые фиалки все-таки страдают от перелива, так как мама неконтролированно их поливает. Я за всем уследить не могу. Тоже немножечко не успеваю за этим всем следить. И вот видите, вот листик явно был перелив. Надо его просто убрать. Вот. Некоторые листики все-таки хромают у нас. Вот. В порядок я их приведу уже весной. Сейчас зима. Трогать их не хочу. Они пока не цветут, отдыхают. Вот у меня бобс-эрбин. Это мне Верочка с канала присылала. Вот. У нас он замечательно развивается. Тоже пока мясник цветет и наращивает массу. Тоже я его недавно пересаживала. Но мне кажется, что я неправильно все-таки землю использую. Нужно земельку поменять. Вот видите, листики все-таки подгнивают. Мама устраивает им периодический перелив. Надо будет за этим проследить. Я все маме говорю. Не поливай, не поливай, не трожь. Вот они серединку загустили. Явно света, видно, не хватает. Надо, потому что они ручки кверху потянули. Это не очень есть хорошо. Видите, все вот прям в кучку собрались. Собрание устроили. Листики. Это значит, света не хватает. Надо переставить сейчас на другое место. Попробовать проэкспериментировать. Может, действительно света не хватает. Ну, вроде вредителей как нет. Листики не повреждены, я смотрю. Чистенькие. Вот. Значит, им света не хватает. Особенно вот этой. Сейчас ее переставлю. Тут вроде всем все хватает. А этой света не хватает. Вот здесь стоит. Так. И сейчас перейдем к подоконникам на кухне. Ну, там очень сложно будет сейчас все снимать. Так как, действительно, солнце светит и слепит. Забыла показать. Это еще зигакактус. Я его называю декабрист. Или рапселидопсис. В общем, я в них путаюсь. Не уточняю. У мамы он тоже прижился, разветвился. Видите, даже новые росточки принялись. Вот они, новенькие, молоденькие. Видите? Вот, прижились. И, по-моему, тут даже разные есть. Я где-то в коридоре у соседа отколупала. А тут, по-моему, даже разноцветные идут. Кошечка также следы оставляет свои. Я даже знаю, где она обитает. На каких полках. И посмотрите, у нас начались на каждом сегменте корешки. У меня дома такого не было. Корешки не давали. Разветвляться не хотела. Вот. И где-то я видела новые-новые сегменты были, появились. По-моему, они уже подросли. Я сейчас их не найду. Вот, по-моему, молоденький, вот совсем вытянутый. Вот также тут молоденький, видите, тоже. Вот он вытянулся. И замечательно себя чувствует. То есть, как бы, стволик грязный из-за того, что я очень сильно его углубляла. Видите, вот след. Вот темное вот это вот. Я пыталась его вымыть. Не получается уже как есть. Сильно долго в земле сидел, поэтому не хотел укореняться. То есть, я с ним неправильно обращалась. Сейчас я уже конструкцию все переделала, пересадила. Еще в прошлом году, уже год, у мамы он живет и замечательным образом расширяется. Вот его внешний вид. Такой вот. Ну, по сравнению с тем, что было у меня, совершенно был скудненький. Сейчас он более пышненький и более нарядненький. Так что, все с ним отлично. Сейчас хочу показать многострадальную свою. Ой, Эухарис. Ну, девочки мне писали в комментариях, что она любитель пострадать, почахнуть, повянуть, повисеть. Вот. У нее какой-то стал лист деформированный, скрученный. На вредителей я смотрела, вроде бы, нет. На обратной стороне листа даже не могу показать. Не получается. Вот. Ой, этот палец у меня грязный. То есть, ну, как бы вредителей я не вижу. Может, вот это что-то такое непонятное. Похоже, что-то в ней завелось, мне кажется. Так, листья такими не могут быть скрюченными. Это впервые у меня так. Вот этот лист в другую сторону выкручен. Может быть, его сильно обильно поливаю. Может, из-за этого. Не знаю. Вот. Следующий лист. Вот. Он более мягкий уже стал. Более такой расслабленный, неупругий. Вот. И... Все пытаюсь посмотреть. Но мне кажется, что клейш на нее напал. И поэтому она себя так ведет. Она недавно процвела двумя цветоносами. И у нее было 11 или 10 цветочков. Видите? Вот уже цветоносы отмирают. И у нас еще один новый листочек. Вот такой вот красивый и глянцевый. И тоже закручивается. Явно в ней что-то живет. Какой-то вредитель надо травить. Но это я все буду делать уже весной. Земля у нее тут... Кстати, по-моему, новый росточек должен был быть. Подсох. Видите? Или это было похожим на росточек, или это был новый росток, но просто не захотел расти. А, так это еще и на цветоносе. Это на цветоносе может быть просто чешуйка. Здесь у меня другая фиалочка. Это хозяйка Медной горы. Тоже в плюще сидит. В плетущемся вьюнке. Я все время забываю его название. Вот. Тоже замечательно себя ведет. Пасынка на себе растит, поэтому и не цветет. Но мне очень хочется уже от него избавиться, так как он не дает растению полноценно развиваться. Вот тоже пасынков понадавала. Тоже зубочистка. Видите, надо уже почухать. Вот, пасынок. Ну, и листик вот этот надо убрать. Вот. Убрала листик, все. Ну, тут у меня такой вот вьющийся плющ. Такие новые росточки дает. Замечательные. Вот такой уже весь все окно заплел. Очень плохо снимать против света, конечно. Ни свет не помогает, ничего не помогает. Вон он разросся весь. На весь подоконник. Такой вот он шикарный у нас. Большой. Так. Долларовое дерево у меня тоже беда печаль с ним. Не растет, не цветет. Я его пересадила, цвести не дала. Очень жаль. Надо было подождать, пока процветет, а потом пересаживать. Ну, в общем, поторопилась. Ну, зато ему чуть-чуть больше горшочек дала. Потому что у него корень идет корнеплод, или как это называется. Большой очень корень. И распирал горшок уже на распорку. Поэтому надо было срочно его пересаживать. Тоже растет. Пока до весны будем ждать его улучшения. Так. Вот эти оленирушки. Это гемантус. Мой вечно многостратальный тоже цветок. Я с ним справиться не могу. Весной вроде бы он пошел в рост, пошел, пошел и приостановился. У него какой-то лист непонятный. Вот. Вот этот, кстати, лист он подрастил. Как же его показать-то? Вот. Чахлык дохлый, дохлый, но умерущий. Как их кажут. В общем, картина не из приятных. Я его пересаживала, и землю меняла, и место меняла, и в тени стоял, и на солнце стоял, и в полусолнце стоял. Где он только не стоял. В общем, у меня с ним дружба не получается. Наверное, пока я его не загнула окончательно. Так, дальше у меня идет паучок или хлорофиту. Вот, я его тоже немножко укоренила. Тут, точнее, пересадила. У него пошли новые росточки. Вот два росточка. И он пустил стрелочку. Все так же дальше продлевает. Цветет и замечательно развивается. Ну, и дома у меня два хлорофитума есть. Вриегатные. Один кучерявый, другой обычный вриегатный. Полосатики оба. Один уже посажен. Обычный хлорофитум полосатый надо будет посадить там кустиком. В общем, дома я еще вернусь. Может, минутку-две захвачу и уже завершу видео. Ну, и в тишине еще покажу лилии. Что-то они давно у меня не цвели. Здесь я посадила косточку манго. Какой-то росточек пророс и замер. Тут у меня драценки. Как тусята. Мала-чай. Миля. Хлорофитумы. И еще одна лилия. Все остальное камбрии. Ну, а мои домашние комнатные цветы вы знаете. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»